Да, блин, о чем снимать-то? Вроде все отсняли. Да, алло, разъем для наушников есть? Клево. Моноброви нет? Красавчики. Как говоришь, телефон называется, да еще и Super AMOLED дисплей? Выезжаем! А у меня iPhone. Всем привет, друзья! Вы на канале Cube.ru. Давид. Олеся. И мы расскажем вам, стоит ли покупать чем хорош, чем плохо Meizu 15+. Приятного просмотра! Ну что, Meizu, попался ты в мои руки. Meizu 15+. На самом деле, когда я впервые увидел этот телефон, я был восхищен некоторыми вещами. Я не буду в этом обзоре его сильно хвалить, но очень многое здесь понравилось. Здесь действительно нет моноброви, здесь есть разъем для наушников, здесь качественный Super AMOLED дисплей, а я люблю Super AMOLED. Здесь металлический корпус, при том, знаете, на сайте Meizu написано официально, что сплав металла и алюминия. Сам до конца не понимаю, как это, но звучит классно. Но давайте же по порядку. Начнем, наверное, с самого очевидного, с внешнего вида телефона. Телефон диагональю 5,95, почти 6 димм, 2,560 на 1440 разрешение. Как уже говорил, технология экрана Super AMOLED, есть, разумеется, настройка цветовой температуры, можете настроить цвета под себя. Мне матрица нравится. Качественный, приятный, запас по яркости большой. Придраться, если даже бы я захотел, я бы не смог. Экран у телефона классный. Сразу подкупает, несмотря на то, точнее, что здесь формат уже экрана для кого-то устаревший, а кто-то, наоборот, порадуется. То, что здесь не 18 на 9, не широкий экран, а обычный стандартный 16 на 9. Практически никто сейчас такие не делает. Я знаю, многим это понравится. И самое главное, рамочки очень тонкие, обратите внимание, и справа, и слева. А вот сверху и снизу, я думаю, могли бы сделать рамки еще меньше, тогда вау, эффекты смартфона был бы просто вообще замечательный. В любом случае, браво, Meizu, мне действительно нравится то, что они сделали в Meizu 15 и Meizu 15+. Мое искреннее восхищение. Отмечу также немаловажный для меня факт, то, что в смартфоне появилось, наконец-то, стерео. Поверьте, стереозвук всегда лучше. Один из стереодинамиков на нижнем торце, а второй разговорный, он здесь сверху. И качество звука довольно-таки неплохое, лучше однозначно, чем на любом именно телефоне с одним динамиком. Снизу у нас кнопка, она кнопка сенсорная, то есть она не нажимается, как раньше. Касание возвращает нас на шаг назад, как это в Android обычно и было. Длительное касание возвращает нас на рабочий стол. А совсем длительно, если кнопку зажать в настройках, сделать такие настройки, точнее, нужные, то мы выключаем экран телефона. Очень удобно. Если же вам не нравится пользоваться кнопкой, то вы легко можете поставить по старинке. То есть кнопки будут на экраны, занимать часть экрана обычные. Эти кнопки можно поменять местами. О камерах поподробнее расскажет моя напарница Олеся. От себя же скажу, что камеры действительно неплохие. Мне очень понравился гибридный зум. То есть полтора это оптический, а еще плюс полтора это автоматика. То есть электронный достраивается. В любом случае, это действительно здорово и классно. Качество фотографий в основном мне понравилось. Ну, Олеся расскажет поподробнее. Итак, друзья, поговорим о камерах. Смартфон имеет три камеры. Две из них основных на задней панели на 12 и 20 мегапикселей. Под камерами имеется очень интересная вспышка. Когда вы ее включите, поймете ее прикольчик. Теперь немного о фронтальной камере. Фронтальная камера в этом смартфоне на 20 мегапикселей. Качество фото очень хорошее. В камере оптическая стабилизация и видео пишет в формате до 4К. А также при видео и фотосъемке мы можем использовать трехкратный гибридный зум. Камера на смартфоне имеет профессиональные настройки, но и на автонастройках камера работает отлично. Мы сделали порядка 100 снимков в разное время при разном свете и снимки получились довольно-таки хорошие. То есть большинство снимков получилось хорошим. В камере также есть эффект боке и замедленная съемка, которая сейчас очень популярна. Так же, как и эффект боке. От себя еще отмечу, что очень красиво сделан телефон. Здесь есть некая фишка. Сверху и снизу такой красивый узор. И телефон в этом выделяется, не как у всех. Мейзо молодцы. Какие-то штрихи такие добавляют, и телефон сразу раз из общей кучи телефонов выделяется. Даже благодаря этому. Для чего они нужны, так как корпус металлический? Кстати, он, да, к сожалению, пальчики собирает. То есть корпус марки. Зато какой большой плюс, то телефон практически не скользкий. А вы сами знаете, подавляющее большинство современных телефонов нужно носить в бамперах и чехла. Здесь же Мейзо в этом плане выделяется. Да, пусть марки, но по-своему красивый, оригинальный, выделяется. И довольно-таки все красиво. По кнопкам управления справа кнопка включения и выключения, слева кнопки громкости. По памяти очень важно. Нужно понимать, что смартфоны продаются аж с 6 гигабайтами оперативной памяти, независимо от того, сколько памяти встроенной. Выпускается либо 64 встроенной и 6 гигабайт оперативы, либо 128 и 6 гигабайт оперативы опять же. Но карты памяти здесь нет, поэтому выбирайте то, чего вам хватит. Только две наносим-карты. Снизу у нас разъем, разумеется, Type-C и разъем для наушников. Знаете, на сайте заявлен официально здесь усилитель звука. Ну, честно сказать, вы можете сказать, что я какой-то меломан и сильно продираюсь. Скажу сразу, звучит он замечательно, классно. Но если вы спросите, что лучше, мне доводилось слушать телефоны, которые звучат еще лучше. В любом случае, купив такой телефон, вы будете довольны качеством звука. Он хороший, он на уровне, громкий, четкий, все есть. Но в первую там пятерку по качеству звука я бы его не поставил. Но это опять же мои придирки в большинстве. Будете довольны точно. Поговорим тогда о процессоре. Знаете, ребят, тут на самом деле все с одной стороны замечательно. Даже, наверное, проценты на 70-80 классно. И по Antutu, если вам интересно, под 190 тысяч баллов набирает. Так как процессор тут от компании Samsung Exynos 8895. 8 ядер, при том, на сайте Mezoo написано в спецификациях, что так-то частота по сравнению с оригинальным процессором чуть урезана. Должно быть старший кластер 4 ядра 2.5 ГГц, у них 2.3. Но по тесту Antutu показывает 2.5. В любом случае, знаете, этот процессор хороший. Реально хороший. В тот же игру PUBG, например, на максималках вы, конечно, не поиграете. Но World of Tank без проблем пойдет на 60. В PUBG я несколько погонял здесь игр. Совершенно без проблем. Пусть на высоких, не на максимальных, но вы будете нормально бегать. Процессор именно, повторюсь, от флагмана. От предыдущего поколения флагмана Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+. Это тоже, знаете, нехило. Вполне себе нехило. То есть производительностью, даже купив сейчас его, в 2018 году, вам еще на 1.5-2 года, я думаю, хватит мощи этого телефона. Меню традиционно для Meizoo делает только рабочие столы в стиле iPhone, так называемый, нет меню приложений. Работает все быстро. Да, если попродираться, иногда у меня чувство, что мог бы работать телефон еще и быстрее. Но все-таки, хоть компании позиционируют его как флагмана, они не продают его за огромные деньги. Цены на него, кстати, смотрите в нашем магазине QG.ru по ссылке под этим видео. Там и на 64 гигабайта версия, и на 128. Ссылка будет под видео. Так вот, в целом, каких-то проблем нет, кроме одной ложечки дегтя лично для меня. Я не стараюсь придраться к этому телефону и найти какие-то минусы. Мало того, он меня восхитил, еще раз скажу. То, что не как у всех. Ни камера тебе, как на iPhone, когда кладешь телефон, он качается. Ни моноброви, называя вещи своими именами, дурацкое решение. Разъем для наушников сохраню. Но вот что мне не нравится в Meizoo, это шрифты. Компания не первый год на рынке в телефонах, так-то ей 15 лет. Но до сих пор шрифты какие-то странные. Вот никак не лежит душа у меня к этим шрифтам, понимаете? Мое личное мнение. Какие-то они рыхлые, несмотря на то, что здесь разрешение высокое. Но все равно, единственная по-настоящему придирка, это именно к меню телефона, к шрифтам. В любом случае, даже вы можете сюда поставить какой-нибудь лаунчер от Google. Какой-нибудь там новый лаунчер. Благо, выбор их огромный в PlayMarket. И изменить телефон до неузнаваемости. В любом случае, молодцы. А вот что не понравится, я уверен многим из вас, хотя я сам не пользуюсь NFC вообще. Я расплачиваю с помощью карточки, принося ее к терминалу, когда безналичка. Но, к сожалению, NFC модуль здесь не поставили. Поговорим о фишках этого телефона. Как я и говорил уже, есть настройка цветовой температуры, может быть вам понадобится. Самая моя любимая фишка, действительно удобно. Вот эта кнопочка, если ее используем, то зажимаем ее и выключаем телефон. И многим понравится, здесь есть режим супер энергосбережения. Если у вас зарядка почти на нуле, аккумулятора мало, до зарядки, заряжить телефон негде. Вы просто ставите режим энергосбережения максимальный или экстремальный, как он называется здесь. Супер режим он здесь называется. И телефон превращается в черно-белую звонилку. Это раз так до восьми может проникнуть время работы от батареи. Еще мне понравилась фишка. Знаете, если кто хоть раз пользовался Samsung, у них всегда были такие интересные фишки Always On Display. Когда телефон выключен, здесь появляются часы, уведомления, даты и заряд аккумулятора. Единственное, в Meizu сделали все это немножечко не так хорошо, как делает тот же Samsung. Ну и на этом спасибо. На всякий случай отмечу, это работает очень хорошо именно на Amoled-дисплеях, потому что это практически не тратит заряд батареи. Есть настройки, есть несколько режимов. Ну и, конечно, батарея. Это тоже очень важно в современном телефоне. Здесь стоит батарейка на 3500 мАч. Это не так и много, но с праведливости не так и мало. Я тестирую, как телефон и все всегда. Во-первых, я хожу с ним. А во-вторых, я запускаю один и тот же видеофайл на максимальной яркости и кручу без перерыва в режиме таком. Прокрутил около 13 часов. Ну, там, чуть меньше. 13 часов без перерыва. Почему так много? По сравнению с IPS, любым экраном такой же. Потому что здесь именно Super AMOLED-матрица. Реально результат вполне себе хороший. Бывало и больше еще с Super AMOLED-матрицей. Но в любом случае это очень неплохо. В реальности же я не скажу, что телефон смог меня потрясти. Я бы сказал, что автономность здесь средняя или чуть выше средней. Потому что с сим-карты используют телефон как камеру, пользоваться интернетом, поиграть немножко. Ну, до вечера он точно доживает. Там с 6-7 утра до 8 у вас заряд еще немножко останется. Ну, немножко это может и 20%, и 30%, а может и 5%. Как будете пользоваться? В любом случае автономность нормальная. Самое главное, что она не ужасающая. Подводим тогда итоги, что в этом телефоне понравилось. Наверное, вы весь обзор думали, как и я. Какие же они молодцы, Meizu. Тут тебе и рамочки тоненькие, по-настоящему, без обмана. С боков имею в виду. И моноброви нет. И все, что нужно есть, кроме NFC, конечно. Мое мнение, наверное, вы уже поняли. Телефон мне действительно искренне понравился. Несмотря на то, что процессор, пусть я сам пользовался Galaxy S8, я знаю, что это не идеальный процессор на Exynos, но все-таки это мощный процессор. Как таковых минусов-то, если не брать отсутствие NFC, который для многих вас, я знаю, важен, то тут, кроме шрифтов, я бы, наверное, и не знал бы, что еще сказать, что мне чем телефон не понравился. И впервые, впервые за многие годы, сколько Meizu делает телефоны, если бы мне нужен был новый телефон, я бы посмотрелся более внимательно и крепко подумал, брать его или нет. Еще раз напомню, цены на этот телефон можно посмотреть в нашем интернет-магазине Q.ru. Ссылка под видео. Ну и, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Олесь, у тебя все еще iPhone? Да. Давай продадим и Meizu купим. Нет. Зомби? Ладно.